Микс Ньюс Я еду в другую страну и мне надо где-то жить. Много ли у меня вариантов? Знакомых нет, в отеле дорого, в палатке холодно. На самом деле возможностей уйма. Есть каучсерфинг. Люди абсолютно бесплатно предлагают у них остановиться, еще и готовы показать город. Есть холмстей. Это вообще целое этнографическое путешествие через отдельно взятую семью. Есть хостелы. Место, где останавливаются люди с большими рюкзаками, полными историй. Если вы тоже с рюкзаком и хотите почувствовать себя гражданином мира, то это ваш вариант. Welcome. Туристы из Латвии ездят по всему миру, достигают самых далеких точек, покоряют Антарктиду. А кто приезжает к нам? Что у них в рюкзаках? Давай поговорим об этом с людьми, которые знают, что такое гостеприимство на самых разных языках. Всем привет. Это программа «Давай». Это точно сказал наш гость, послушав нашу водную часть. Мы сегодня в нашей программе говорим о вечно актуальной теме. Это теме того, где остановиться, когда вы едете в другую страну, где у вас нет дома. Кинуть кости, да? Да. Найти место, где ваши кости могут отдохнуть. В прошлой программе, если кто-то помнит, то мы говорили с путешественниками, которые из Латвии куда-то ездили. Мы говорили с людьми, которые... Да, и один человек доехал до самой... Он нашел на глобусе самую отдаленную точку, 18 тысяч километров. Где живут люди. Где-то рядом с Новой Зеландией. Ну да, чтобы это была земля, а не океан, естественно. Доехал до туда. А девушка просто была в 75 странах на всех абсолютно материках. А и в этой программе такое немножко логическое продолжение. Мы говорим о том, кто сюда приезжает. И с людьми, которые этих людей принимают. У нас сегодня в гостях студентка Балтийской астрологической школы Яна Кокурьете. Здравствуйте. Здравствуйте. И студент Латвийской академии художеств, наш сосед, можно сказать, Александр Мариноха. Добрый день. Добрый день. А объединяет этих людей то, что они работают в хостелах. И в хостел, ну, не секрет, что молодые люди сегодня уже давно не останавливаются в отелях обязательно. Они находят какие-то более интересные, более дешевые, конечно же, варианты. И хостел является таким вот… Интерактивным местом, где можно познакомиться сразу со всеми, кто приходит, и найти таких же молодых, как сам, со всей планеты. Вот. Расскажите, как вы оказались в хостелах? Давайте с этого начнем. Мы вам слово. Это как и движение, которое появилось в Риге. Мне вообще это путешествие очень, как бы, все время хотелось работать. И я работала как спиарда за один раз. И, ну, вообще не понравилось. Не понравилось. И ушла из компании. И сейчас просто так, ну, искала, где работать и как. И я помню, что мне так понравилось в астеле остановиться, да. И я так думала, ну, вот прикольная работа. Как бы, ну, то, что ты там просто с ними говоришь, да. На рецепции с людьми, да, с разными? Да, у меня нет вот такой, как бы, рутин или что-то такое. Я все время просто говорю, слушаю или что-то делаю с ними, какие-то игры, или мы куда-то едим, ну, едем. Это правда. Я видел своими глазами. Яна просто блистательно работает. Ух ты. А вы, Саша, расскажите. А я, как только я услышал о хостелах, загорелся этой идеей, сразу же нам предоставилась возможность сделать хостел, помочь сделать хостел людям, которые решили заняться каким-то бизнесом в Риге. И это была, конечно, полная самоотдача. И мы сделали хостел... С нуля. С нуля, да, Сиглс Гарретт. И я очень хотел там работать, начать, и все, напрашивался, напрашивался. Меня сначала не брали, а потом взяли на сезон, и я точно так же себя чувствовал, что во мне столько энергии, чтобы познакомиться со столькими людьми со всей планетой. А ты же сам там что-то красила. Да, да, да. Мы делали этот интерьер и вложили туда душу и такое хостел. Хостел – это хендмейт такой продукт. Да, да, да. Это не какая-то сеть, да, я так понимаю? Да, это все вообще на самом деле так отлично слилось, въедино. Нашлась команда, нашлись люди, которые помогли с разрешениями, нашлись вот инвестеры. Хорошо, а хостел – это разве тут нет такого конфликта, что хостел – это та же самая гостиница против гостиницы напротив, где два человека в комнате могут жить, в номере, да, а здесь там семь-восемь человек в двухэтажной кровати. Просто когда хостел появился, это же, ну, как перевести, это общежитие, да, и это было такое доступное место, где кинуть этот рюкзак с приключениями для студентов. То есть изначально это было, как бы передавалось из уст в уста. Не было какой-то такой огромной рекламы где-то, что, ну, вот у нас такие хостелы, а это студенты. А в Риге есть такой хостел, когда кто-то едет там, в Будапеште другой хостел. А сейчас это стала такая коммерческая, получается, история. Или осталась эта... Может, она коммерческая, но все же еще с душой такой. И есть... С душой и то, что... А в чем душа заключается? Они все хочут приключения, да, ну, поэтому же они приехали, да. Рутин Рома? Это мы, ну, делаем все это движение, как бы, мы думаем, что им надо, как делать и так далее, какая будет тусовка, и не будет сегодня тусовка, и все такое. А как вы, люди, обеспечиваете приключениями в рамках одного здания? Ну, просто 11 ночи, не знаю, трэш-дэна, да, поедем в Пенс. Ну, давай поедем, все. Все такси поехали в Пенс, ну, или тогда есть там каяк, тур, например, с лодками. Хорошо, а раньше хостел, вот, ну, было, например, там очередь в душ, там, да, ну, там, а в гостинице такого нет, в номере там душ, да, и туалет, очередь там здесь. Ну, у нас тоже такого нет. Сейчас в Риге, если смотреть, да, это вот действительно такая культура хостела, и на каждой улице есть хостел, и не только в старом центре, да, а и там идешь, идешь, там, почака, там, и увидишь. Но они какие-то незаметные, я не замечал кучу. Да, да. Если зайти на Борис, я вижу много отелей, сайты, где можно зарезервировать, то есть действительно сейчас... Да, но больше становятся, но вот такие, которые вообще популярны плюс-минус, да, они очень работают над том, какой сервис, какая чистка, да, очень у нас, например, очень... Ну, на первом месте. На первом месте клининг, да, чтобы все было чисто и красиво. А люди, которые приезжают, это не случайно? Это все-таки вот это студенты, молодежь? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что те, кто приезжают праздновать мальчишник, да, там, в халате и в розовых тапочках ночью, зимой, да. Ну, это да, это самая наша нелюбимая часть, но все же и веселая с другой стороны. Ну, мы смотрим, мы смотрим, как бы, если у нас полный хостель, тогда мы выбираем, ну, как бы... Кого взять? Кого взять? А фейс-контрольно в хостеле есть? Не фейс-контрольно, просто ты выйдешь в booking, да, там, тринадцать пацанов просто из UK хочет потусить в наш хостель. Ну, то есть... Мы знаем, что будет... И вы говорите, нет? Нет. А причина или вам не обязательно? Ну, просто у нас есть овербокинг тогда. А энергетика вот этого хостела, она не сольется просто с гостиницами, где такой же сервис, так же чисто и просто потому, что дешевле, чем рядом? Мы знаем, что рамки нету такие. А. Да, у нас все... Ну, как я с вами говорю, я так и с ними говорю. У нас нету вот такие стандарты или какие-то, ну, рамки. А о чем вы говорите с людьми? Вот что они в рюкзаках привозят? Вот они, когда приезжают сюда, что для них это Рига? Они там были, знают, как они... Это Советский Союз или это Россия, или это какая-то часть Европы? Для некоторых это вообще же полюбившееся место и чрезвычайно разные коктейли, на самом деле. Вот когда сезон, лето, это... Ты удивляешься каждый день, что происходит, и какие люди, кто-то вообще женится, потом рожают детей. Кто познакомился в хостеле? Да, из Стафа, и две девочки из Франции, они делали путешествия вокруг Латвии, есть даже видео очень классное, и они были и в Дагуфт, они были везде, они были в Латвии, в таких местах, в которых я даже не осмелился. Да, они не местные, да? Я не знаю, почему, просто, наверное, красивая природа, это нужно у них лично спрашивать, и что им в душу так сильно запало, ну, было классно. Ну, вообще бантика, это у некоторых такая эксотика. Да, и были и подарки, я тоже их так отблагодарил за их любовь, и мы же всё-таки тоже в каком-то роде мы не делаем бизнес, а мы показываем, ну, город, показываем Латвию, какие-то вибрации через нас проходят. А как они оказываются здесь, эти люди? Почему именно Рига? Ну, например, ты из Австралии, да, ты едешь по всему Европе, да, но ты где-то хочешь, ну, ты просто выберешь от Латвии, потому что ты едешь через Балтию, да, или как-то так. И это получается, что даже такое, как бы, случайное, да, как-то таким рандомным способом, да, они там... Да, кто-то думал, я приеду один день, остановлюсь и пойду дальше. Эти маленькие страны, они приезжают сюда, и тут вся движуха. Здесь как бы все так уравновешено, и здесь есть и где потусоваться, и относительно дешево. У нас сейчас один очень прекрасный человек, Ханан, он из Израиля, он 10 лет путешествовал по всему миру, и тут он решил остепениться у него, ну, в общем, личные его там дела. Но он стал нам таким большим другом, что он приезжает время от времени, там, раз в месяц, два раза в месяц здесь и учится, и делает свои фриланс, там, какие-то дела. Но он здесь находится, ему здесь удобно, и ему нравится, и он любит гулять по набережной. И встречал тоже там француза, который был в Мексике, он даже так долго не задержался, там, где-то в Америках, и как в Латвии, он учит язык, ему здесь нравится. А есть люди, которые постоянно живут, вот не заезжают, а прям живут там месяц или две? Нет, это невозможно, к сожалению. Почему? Только если, как бы... Волонтер? Ну, волонтер, да. Ну, то, да, и мне кажется, дух не тот, чтобы, ну, постоянно. Ну, было у нас тоже такое, что... Ну, это не мотель, да, где можно там, ну, ехать-ехать, остановиться и там и жить потом там долго. Ну, такое, нет, нет. Как снять комнату или комнату снять. Это как бы не писанное правило, мне кажется, две недели даже подряд наш менеджер не разрешает обычно нам давать людям остаться. Ну, он как бы смотрит там и так далее. Такие были, да, слова. А какие еще есть правила? Да, вот интересно, по возрасту тоже ограничения? Почему хостельными пользуются молодые люди? Ну, это как-то так натурально происходит. Я не знаю, ну, если у тебя есть ребенка или семья, ты не будешь в партии-хостеле остановиться, но там вся тусовка, все, как бы, очень такое движение огромное и так далее. А между собой хостелы дружат? Да, надо дружить. Надо дружить. Надо дружить. Почему что? Мы дружим. Ну, потому что знаем друг друга. Ну, а бывают какие-то ситуации, когда нужна помощь какая-то, да? Да, да, конечно. Да, у нас, например, какие-то ситуации. Ситуации, например, бывают кражи, там, какие-то подозрительные личности, друг с другом. Просто по скайпу сразу же кидаем. У нас есть лист хостелов наших друзей, там, 10, там, 7. Черный список. Да. И мы кидаем информацию. Вот такой-такой человек там был и что-то украл, так что будьте осторожны. Вот Саша один раз очень мне помог насчет этом. Задержал? Да, да, да. Вот был такой очень странный мальчик, и я спросила ему. Ну, может быть, ты знаешь, да, он как бы не хочет с игл остаться. А почему, да? Да, да, да. Ну, я спросила. Ну, это один из стереотипов, вот, что в хостелах просто опасно оставаться, что там вот могут украсть что-то или вообще похуже что-нибудь. Ну, да, спать на рюкзаке, чтобы, да, в комнате много людей. Ну, потому и есть вот эти кейджи с локерами. Да, да, закрываем. Да. То есть сейчас так эту проблему решают? У нас вообще все очень сейф. Сейф, карты магнитные. У них даже больше сейф, наверное, чем у нас, потому что, ну, там есть ключи, карты, да, и в ночь спокойно может кто-то за человеком зайти, то есть у него есть ключ, а кто-то, ну, за спиной заходит. Да. Конечно, нужно всегда быть на чеку и так далее. Да, и ночью мы закрываем двери, поэтому надо звонить в дверь. Дежурному. И наш, да, ночной дежур будет, ну, открыт. Дежурный по смене. Да, да, да. Дежурный по сайту. Вот вы сказали, что вы можете отказать, ну, там, овербукинг случится, а наоборот пойти на встречу, если пришел человек, там, дождь на улице идет, мокрый, он говорит, знаете, у меня нет денег, у меня есть только бутерброд с сыром и яблоко. Возможно. У нас все время так, ну, в принципе, каждый день есть волкинг, это мы так их называем, да. Ну, есть, да, волкинг. Есть место, ну, конечно, если есть, если он может... Ну, есть, кто бесплатно путешествует, и они могут, ну, стараются бесплатно, да, максимально как-то экономить средства, и они могут попроситься, и вот вы разрешите, да, попроситься, и да, ну, кровать у нас не стоит так много, где-то 10 евро, 12. А тут есть система паломников, что ли, да, которые там двигаются, там, на святые места, они тоже находят. А те, кто не очень дружит с интернетом, вообще обычно, ну, очень настороженно к людям, которые с улицы, и нужно там, все их данные, точно убедиться, что нормальный человек, ну, как бы чуть-чуть обостряется с какими-то там поселениями. Ну, это как, если спросить человека, дай мне свой фейсбук, он скажет, что я не сижу на фейсбуке, ты такой сразу. Да, по-разному стоит полиция. Ну, бывает кто с тобой такой, как... Или на фейсбуке, да, две буквы. Ну, это еще ладно. Одна. А так-то да. Хорошо, если вот шире брать, мне интересно было, ну, сравнительно, хостел явление молодое, особенно у нас здесь. Там по миру это уже лет сто, наверное, хостелом, здесь... Вы, кстати, знаете историю вот, в принципе? Расскажите. Нет, так я не с тем, чтобы рассказать, что вы... Ну, первая мировая была. Я знаю, что в Австралии был первый, а в Австралии нет. Это то, что я узнала. Какой-то учитель, значит, во время летних каникул со школьниками проводил какие-то экскурсии, им было негде остановиться, они решили остановиться в школе. И так остановились раз, два, вынесли просто парты в коридор, положили там сено, и потом поняли, что это неплохой вариант. Ну, я что-то такое прочитал. Я к чему просто спрашиваю? У нас это сравнительно недавнее явление. Вот почему люди к этому тянутся? Это же какой-то, ну, такой коммунальный вариант напоминает немного. То есть вариант, когда люди просто... Не уединяются. Не уединяются. Да, и уединяются, а наоборот. Хотя, казалось бы, в какой-то момент люди стали, вот это частная собственность так называемая. Так вот что это? Люди изголодались по общению, что ли? Одинокие люди? Потому что ты, когда ты путешествуешь, да, ты хочешь уйти из своей комфортной зоны. О том, ну, в хостеле то есть. Тебе надо говорить, и у тебя есть новые друзья, и ты один, например, по всему миру путешествуешь. Ну, там ты найдешь свои друзья. И твои впечатления... И это реально работа. Ну, и о Латвии тоже, да. То есть хостел это такой перекресток, да, где ты с такими же путниками встречаешься и говоришь, что да, ходи, туда не ходи. Нет, ну, это не про то. Это больше, ну, мы здесь все вместе сейчас, да. Что будем делать? Давай, ну... Ну, и что в Риге делают? Вот что? Идут к Милде? Нет, нет. Мы пробуем какие-то альтернативные, ну, показать. Потому что если ты путешествуешь через всей Европы, да, ну, в один раз когда-то тебе уже будет, ну, как бы неинтересно смотреть на то же самое, потому что Европа, ну, так, по-большому плюс-минус то же самое. И поэтому мы пробуем, ну, их где-то водить, да. На... Да, различные тоже. На ханепэскултура стендерс, например, в чомский бар. Ну, что-то другое показать. А это значит, получается, что люди, которые приезжают, они вот так кидают рюкзак, ну, как вот образ Лишкевича, да, и спрашивают, что у вас, да? И они, как бы, они от вас ждут мотивацию узнать страну с какой-то... И, возможно, это не так, да, да, там, дал ключ, полотенце, он пошел. И ты смотришь на него, а что ему, ну, что он хочет, например, акустическую музыку сегодня, электронную или рей, например, да, ну, ты видишь, можно же сказать. Слушайте, прямой вопрос националистический, просто без никаких, вот есть приятные и неприятные туристы? Вот они прям делятся четко как-то по странам. Ну, да. Да? Давайте прямо скажите просто. Это я буду сказать, да? Саша, скажи ты. Фух, ну, хорошо, возьмем эти мальчишники. Да. Великобритания. Но тоже раз на раз не приходится, но ты знаешь, что это будет тусовка, что они придут пьяные, что... Что... И то, что не умеют пить. Да, не умеют пить. Вот это самое трудное. А мы умеем. Ну, а мы, да? Ну, они не держат. Это те, которые парни не держат. Не держат, вообще. Наверное. А почему они так себе ведутся? Ну, есть очень интеллигентные, есть вообще такие парни отличные. Не, ну, мы сейчас боятся, что мы уносим за сутки, что мы не говорим про нацию. Вот так, да, по-большому. Есть какие-то тенденции, наверняка, просто. Вы как работаете, вы видите, что приезжают как-то все время мальчишки. Ну, все равно же отличаются там девушки, две из Японии, да, которые, я сам видел в хостеле, пили с таким вот видом, и как будто они вот дегустировали что-то уникальное. А это был сок цида. Нет, это было такое пиво, которое недопитое на базаре стоит рядом с рыбным павильоном. Ну, у нас тоже вот недавно приехал мальчик с Кореи, и он вообще никогда не пил. Вообще никогда. И у нас он напился так, что, ну, плакал, говорил и так далее. И мне была ночная смена тогда, я одна была. Вообще было так интересно послушать и показать ему, ну, как много у нас есть. У них там вообще ни татуриевки, никакое ни пиво, ну, никакое ни пирсинги, ничего такое. Они вообще это думают, что что-то... Что-то не то. Что-то не то, да. А зачем мальчишники, зачем им снимать хостел, да не могу понять. Чтобы это в клуб превратить? Ну, дешево. А, в первых, и потому что, ну, ты там себя чувствуешь как дома, можешь быть свободной, да. И тогда они, если большая группа, их очень трудно завалдить. Вы сказали британцы, а приятные наоборот. Вот кого вы любите? Сложный вопрос, да. Мне как-то очень нравятся австралийцы. Австралийцы? Австралийцы, да. У них есть какая-то, ну, такая свободная душа. Ну, у них континент такой, и как бы еще... Вокруг еще много воды, а здесь им, наверное... Ну, да, и поэтому они едут. Они так широко власти. Очень много австралийцев едут в Европу и просто так путешествуют. А вот то, что эти мальчишники... А я всех люблю. Да. Филантроп. Такую новость читал вчера, что в Литве, ну, вот в Литве сокращается население, стареет население, как и в Латвии, в принципе. Все время молодые уезжают, а люди стареют. И министр там какой-то социальным делам, ну, министр благосостояния у них уначе называется, он предложил, сказал, ну, раз устареют, давайте в Литву соберем всех пенсионеров всей Европы. У нас хорошая система здравоохранения, сделаем в Литву, центром, вот, ну, то есть вот взять, использовать какой-то отрицательный момент, из него сделать деньги, да? Так вот, с этими же туристами, теми же, которые там мальчишники делают и у памятника свободы всякими делами занимаются, с ними надо бороться или вот взять просто и, наоборот, на этом себе сделать имя? Вы как думаете? Ну, это все от себя, ну, отвесит. Если я хочу бороться и с ним, ну, как бы, там, воспитывать, да, вот этот барнадарс, ну, тогда я это делаю. Или все, ну, я извиняюсь, вам надо уйти. Если они не будут уйти, тогда охрана и все. А они сразу сам послушные и штраф платят? Нет, нет, есть и такие моменты, когда надо охрану просто вызывать и все. Саша. Есть переморка. Ну, конечно. Саша всегда под рукой. Сейчас, ну, нам нужно на новости. Переемся на новости рекламы и продолжим во второй части. Говорим сегодня про места ночлега, остановки и про хостелы, в частности, с нашими гостями. Мы продолжаем эту программу «Давай», мы сегодня говорим про хостелы и про места, где можно остановиться, когда вы уезжаете, путешествуете и оказываетесь в каком-то незнакомом, чужом, зарубежном месте. И компании, да, оказаться в компании. Я еще понял в первой части, что с детьми не ездят, с парами вот не ездят, да? И австралийцы классные. С парами. И австралийцы классные. Австралийцы классные и все классные. Ну, это определенный возраст. Я вот, например, так понял, когда интересовался этим, не щелкай ручкой. Не щелкай. А когда интересовался, вот люди заканчивают учебу, да, и потом они полезут в эту работу отдавать кредит за учебу. И вот перед этим нужно оттянуться, проехать там всю Мексику, да, проехать там всю Европу. Это такие вот 20-25-летние люди. Да, но это обычно Азия. Азия? Да. Оттуда и идут сюда. Это они перед рабочим этим рабством бесконечным, там семья и все остальное, они вот путешествуют, да? Люди, которые остаются, можно услышать от них истории, то, что они больше времени своего свободного они провели в Азии, там, где тепло. А тут уже, как бы, там, пару дней, неделя могут посвятить себе, взгляну так. А время, да, время какое, когда хостелы полностью заняты? Почти все лето. Все равно лето, да? И Новый год еще. Горячо, да. А что тогда осенью делать, а весной как хостели тогда выживают? Ну, осенью и зимой тоже. Помнишь, зимой мы вообще смотрели Orange is the New Black все время, наверное, по ночам. Ну, как бы, не было ничего такого. Ну, а наши хостелы, они лучшие? Вот хостели в Варшаве, в Голландии, в Нидерландах, там, в Германии, в Венгрии. Там появляется эта культура. Ну, что это лучше и что хуже? Насколько я слышен, то намного, то есть, больше впечатлений создается от истории. Вот, как будто я вот в своем хостеле, как будто бы уже побывал во многих других. И очень-очень много зависит от стаффа. Это то, что я слышу все время. Как бы у нас рейтинг 9,7, но это все из 20? Да, нет, из 10. И это все из стаффа. Да, те, кто работают. Да, да, да. И должны молодые люди тоже работать, да? Ну, у нас столько молодые работают. В данном случае работает не только вежливость, как в отелях, например. Не только вежливость, улыбка на лице, там что-то еще. У нас вообще такого нету. У нас человеческое вообще. Ну, я с тебя говорю, ну, все в натуре. Ну, а это можно научиться, вот, люди, которые учатся в техникумах, туристике? Нет, нет, это либо у тебя есть, ну, я не знаю, как это можно научиться. Сознание какое-то внимание. Может быть, путешествие. Но вас уволят, вас уволят. Вам будет, например, 33, да? И вас уволят, вместо вас возьмут молодых. Так получилось. Ну, если мы... Да, я тоже так думаю. Если мы так продолжим до 33, тогда может быть... А что сложно в этой работе? Все так вот классно, все такие классные приезжают. Тусовка, бесконечно. Потому что она нужна, это огонь все время. А, зажигать. Да. А приезжают люди, которые вот не тот образ, который мы описали, а люди, которые занимаются, называется, дауншифтинг. Которые имеют там, ну, средства, они могут остановиться, я не знаю, напротив в дорогом отеле, но они хотят вкусить. Видно, что часы сняли, снял человек с руки, да? И по размеру часов можно понять, что, ааа, прикидываются. Ну, у нас есть такое дело, как паб-кролл, да, когда весь АСТ идут тусовать, и они как-то узнали, да, что у нас есть такое. И, ну, вот, звонит и спрашивает, конечно, да, но мы первую руку даваем нашим, да. Если у нас полная, ну, полная группа, да, тогда, ну, нет, конечно, если есть, ну, конечно. То есть, они только тусовка, ну, исключительно. Или они хотят приехать, остановиться, недельку побыть там. Этот тур стал настолько вообще знаменитым и красочным, что мне кажется... Паб-кролл? Он тоже вот как из уст уста переходит людям. Поподробнее? Ну, как поподробнее? Например, когда одна группа людей тусанула, то есть, на этом знаменитом паб-туре, и это как цепная реакция, как ядерный взрыв. Это что, это когда вы ведете кого-то по всем барам, да? Да. Да? А самим тоже нужно? Да, студенческая вещь такая. Ну, а как? Ну, нужно же. А что делать? Ну, нужно как-то же это все. А все, кто постояльцы хостела, в этом принимают участие, да? Да. Это как-то скидываются в какую-то коробку, да, эти средства, да? Ну, скидываются, да, конечно, скидываются. Ну, хорошо, давайте назовем для людей, которые никогда не были в хостеле, какие цены? Кстати. Сколько надо, чтобы в хостеле пожить? Ну, самое дешевое, это 10-12 евро. В сутки? Да. Без еды? Недавно, кстати, да. С душем, с полотенцем, бельем? С душем, с чистым полотенцем, чистая кровать, все нормально. И тогда есть приватные номеры, это где-то 40 евро. Вот, кстати, я хотел спросить, есть какое-то разделение там, вот этот люкс там все-таки? Да, да. Или можно коммунизм? Да, нет, нет, нет. Есть, а что это за частное? Это такой чуть-чуть сетиместный. Чуть-чуть уже не хостел, да? Десятиместный. Ну, конечно, у тебя приватная комната, ты можешь там девочку тоже позвать, если хочешь, да? Конечно. Потому что это твоя комната, все. Приватная. Но без душа и туалета внутри. У нас есть душа одна. Хорошо. А есть какое-то, я не знаю, как в армии, что ли, разделение там, вот приходит новый человек, у него там как-то, вот он новенький, а есть старенький, ну, иерархия какая-то. А этот первый раз ты у окна, да? Да, иерархия какая-то. Такого не бывает? Нет, не бывает, мне кажется, просто все как-то само собой происходит. Люди, если они, даже вообще с двух слов общение какое-то начинается с людьми, которые там местные. А языки, кстати, там английский, да, в принципе? Если ты знаешь английского, ты... Английский рулит, конечно. Но если ты знаешь еще какие-то языки, это же супер. Вот француз так будет рад услышать французский. Вы не выучили языки там, пока работаем? Я знаю итальянский, по-итальянски могу говорить, ну и по-русски. Ну, это нужно... Яна, очень красивая девушка, я представляю, как нужно постоянно отказывать этим итальянцам, которые... Поедем, я тебя с мамой познакомлю. Опять. А эти хостелы, они, наверное, еще есть, у них разновидности, где-то нужно, можно как бы отработать, наверное, да, там какие-то, ну, там, например, на кухне подежурить, посуду помыть, да, убрать за кем-то. У нас есть. Есть такая возможность? Которая это делает. А, еще, кстати, очень классная тема, это как волонтеры. Вот что это такое? Это люди, которые приезжают и живут за работу. Вот я приехал в Будапешт, прихожу в хостел, вы мне подскажете такой хостел, где вы там знаете, и я могу там какую-то работу выполнять. Да, и жить все. Четыре часа в день, и все, и ты можешь у нас жить. И есть. И есть, да. И быть своим. И то, что ты можешь так делать в каждой стране. Да, делать свой вклад. Это самое лучшее, да. Просто. Некоторые хостелы дружат, и, например, если волонтер из одного хостела и с другой страны напишет e-mail, А другой, да, ему скажут, ты можешь первую ночь там оставаться бесплатно, а вторую там 50%. А, да, да, да. Такие вот неписанные тоже правила. Не все дружит, но наш хостел дружит там и в Берлине с несколькими, и в Эстонии. А сколько лет вы работаете? Ну, у меня будет полгода, больше уже. А я как-то, друзья, у меня было, я работал полгода, где-то четыре года назад. Это был сезон лета, и немножко еще там после лета. Давайте опрос послушаем. Мы спросили людей на улице, где они предпочитают... Надевайте наушники. Где они предпочитают останавливаться, когда едут за границу куда-нибудь. Вот что они нам ответили. Где вы предпочитаете останавливаться, когда путешествуете? Молодые люди достаточно много путешествуют, и при этом останавливаются и ночуют в самых разных местах. Турист из Германии Эдвард рассказал нам, что постоянно используют каучсерфинг. Это дешево и дает возможность познакомиться с людьми и местом, в котором ты оказался. Я делаю каучсерфинг, потому что это лучший способ, чтобы встретить и встретить локалов, чтобы получить лучшие рекомендации от людей. И обычно я люблю путешествовать alone. Так что вы имеете возможность, чтобы с людьми с людьми от здесь, и увидеть месты, которые вы обычно не видите, когда вы на интернете спрашиваете рекомендации. Художник Эрик предпочитает хостелы. По его словам, это место, где собираются интересные творческие люди. Хостелы, да. Тепет, как мне нравится человеку, мне нравится не дарить много денег. Я сам позитиваю Санкт-Петербурга менеджеров, которые дебинают хостелы. Там очень интересные человеки, как макшеники, как музыки. Эния работает в кофейне, она останавливается в квартирах. Для нее важны собственная ванная и кухня. Ну, лучше жить, когда я так. Свою ванну систему, своя виртура. Ну, так как хостелы, есть копия с душами, например, мы копия с виртура, так сказать. Школьник Эммануэлс за проживание в отеле. Там гарантирован комфорт и качественный сервис. Веснинца, это как. Лабако теприкоем, лабако живы с обстаклью и так далее. Патек, лабако обколпошено. Школьник Жак рассказал, что его поездки, как правило, организовывали родители, поэтому он чаще всего останавливался в отелях, хотя сам он не против остановиться в хостеле. Поездки лично, чем в отцах, соорганизующего исцеливания. У них, конечно, это комфорт лучше, чем в отелях. Хостелы уже исключаются в отелях студентам. Я даже думаю, что это очень много вариантов. Если я, конечно, не желаю, я просто измантываю хостелы. Студентка Анастасия много путешествовала, часто останавливалась в хостелах и слышала хорошие отзывы о латвийских хостелах. Я здесь рулету, но я не могу в таду дарку хостелу, но я думаю, что это очень хорошо. Мои друзья были в хостелах, и они были в патеке. Согласны с этим мнением? Ну, да, конечно. Ну, да. Наоборот, угодительное, что больше студентам. Но это странно, конечно, потому что я не вижу то, что у нас только студенты, больше студенты, очень разные возраста. Но самый молодой кто был? Самый молодой. Самый молодой. Ну, 13 лет, 12-15. У меня такого не было. У меня было такое, что вот в Китае совсем-совсем старый, но он еще понимает, у него еще есть огонь. Да, я тоже встречал человека просто в парке, в Дагу, потому что я еще тогда не знал ни про хостел, ни про что. И 137 стран он посетил, и он резал какую-то баночку, чтобы сделать себе кастрюльку. Это вообще тоже для меня был шок. На велосипеде 137 стран, там как-то с Китая вообще-то. А вот каучсерфинг прозвучал, это еще более молодое явление. Оно как-то повлияло на хостел? Как-то его потеснило, я не знаю? Нет. Потому что это еще более простое, это еще сокращение действий получается. Нет, но это вообще, по-моему, это очень классная тема. И я тоже это делала. Немножко другая. А в чем отличие? Ну вот видите, когда в хостеле образуются коктейли из разных людей, то есть это уже, ты видишь, что есть там группа, и там кто-то друг другу нравится, кто-то нет, но все-таки люди, они больше как бы сплоченнее, ну больше тусовка получается. А каучсерфинг – это более такой личный опыт местных людей, они тебе помогают увидеть именно их глазами, мне кажется. То есть одно другому не мешает в данном случае? Мне кажется, что абсолютно. Ну вот в твоем хостеле, где ты работаешь, я подслушал разговор, парень, я не знаю, где он в Корее жил, он в хостеле с двумя вот этими японскими девушками, он им сказал, что я первый раз в жизни познакомился с людьми из Японии. И они разговаривали по-английски, да? Девушки, они были заняты этим пивом. Это весело, видишь? А почему хостел – это не только место, где остановиться, а еще фильм, в котором людям голову отрубают? Вот этот вопрос. Я не помню даже этот фильм. Это кошмар, это Тарантино там продюсер. Я смотрела, но у меня… Ну да, но это, мне кажется, фейк, я думаю. Это не как вот… Я понимаю, что это все, конечно, вымыслил там, понятно, но почему хостел именно? Почему ничто как-то другое? Я помню, что в этот фильм он был такой одинокий, и там не было много людей вообще. Там как-то американцы одну цену там… Да-да-да. В Трансельвании, по-моему, да? В Братиславе, если не что. А, в Братиславе. Но я не видел. Но это мало, очень вообще не похоже на реальность. Вообще. Не тот вайб. Хорошо, а можете описать грань? Ну, мы вначале говорили, что вот есть… Ну, душа, мы это назвали, вот эти слова. Ну, рок-н-ролл можно назвать. В хостеле должен быть какая-то жизнь, да? Но в то же время порядок тоже, как бы. Это же не анархия и не ваханалия. Вот где, вот как этот баланс сохраняется? Ну, что ты можешь потерпеть. От стаффа зависит. От стаффа зависит. Да-да-да. Где у него терпение заканчивается? Да-да. Где у вас терпение заканчивается? Ну, у меня есть… Все от меня зависит. Например, сегодня я вообще не чувствую себя никак. Так, я сделаю мови-найт сегодня, да? У меня было вот такое, что понедельник, и все просто… Сайд-трэнс полная катушка, и все просто нормально зажигают. Ну… Ну раз на раз не приходится, я понял. Ну, все-таки есть. Ну вот, Саша, что тебе приходилось переживать за одну ночь? За одну ночь… О, буря эмоций, буря ситуаций, и скорая помощь, полиция, и все англичане, и японцы пьяные от нашего вкусного пива латвийского. Не, ну, да, из-за дня в день, конечно. Очень разные опыты, очень разные такие впечатления. Но часто возникает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля? Ну, когда полиция, например, и ездит, и забирает людей просто потому, что они какой-то… Конечно. Неадекватные. Нужно держать себя в спокойствии и всегда стараться. Но иногда кажется, что у тебя и так уже шесть рук, и тебе надо еще шесть, но не хватает. Ну, было бы здорово, если бы кто-то еще был на смене, например. То есть не всегда можешь один справиться, но в принципе в основном всегда получается как бы все устаканить. А соседи есть? Ну, это вы же не изолированы, не в поле стоите вообще. Нормально жить вот рядом с хостелом? Ну, конечно. У нас же старый город. Да, это же старый город. Да, нормально. Люди жалуются, да, ну, пишут в интернете отзывы, мол, вот, было там очень шумно. Да, можешь жаловать, если ты живешь там. Ты мог выбрать локацию совершенно другую. Именно. Но тут как бы это дело твое. Да, с чем уезжаю? Вначале спросил, просто не донес до конца вопрос. С чем люди уезжают? Что они говорят про Латвию вот с этим рюкзаком? Какие они эмоции? Вы успеваете с ними поговорить? Что я помню, что у них всех есть одно копикс. Вообще-вообще, да. Что они говорят, что все очень открыты. У нас. Да, что вот как бы к туристам все очень открыты, и помогают, и говорят. Гостеприимные. Да, 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 да. Да, с виду с тобой никто не поздоровается. Да, у нас нету экстравертных людей. А почему у вас никто не здоровается друг с другом, или там не улыбнется, когда идет, а наоборот смурней становится. У нас просто нету экстравертных людей, но мы же очень open-minded, и все такое. Ну вот, уже у нас не так много времени остается, скоро вы можете думать, какие принципы жизненные вы нам расскажете. Мне интересно, вот раньше, если ты одеваешься в секонд-хенд, например, и останавливаешься в хостелах, это был признак бедности какой-то. И что-то, ну, лет 20 назад еще было что-то, ну, видимо, какие-то проблемы у человека. Сейчас это как будто бы становится стильно. Ну да, это как ты это делаешь, да? Ты можешь в секонд-хенд купить простую одежду, и никому это вообще по барабану как-то выглядишь, да? А ты можешь купить вот такое, и просто как-то вынести, ну, вынести с себя. И то же самое в хостеле, да. Я думаю то, что, ну, все-таки люди, которые были вот в этом богатом, то есть, то ли обществе, то ли как-то... Ну, обеспеченном. Да, обеспеченном. Сегменте. Да. Я, например, никогда не был. Я чувствую себя живым, я чувствую то же самое других людей, похожих на меня. И я вижу, что, ну, как бы больше горизонта, там, каких-то познаний и так далее. И те люди, которые были в этом богатом, там, роскошным, они говорят то, что это все фальшиво, там. То есть, тут больше, неважно, как ты выглядишь. Вот я сижу, у меня штаны все грязные. Ну, ничего. Давайте перейдем к... А чувствую себя на миллион. Ничего. Даже больше. Бакейских тубриков. Хорошо, расскажите нам о своих правилах жизни, о том, чем вы руководствуетесь и в работе, и в жизни. Яна. Ну, так, это мои принципы или то, что я верю. Да, да, да. Я верю, что надо просто делать то, что тебе хочется делать, да. Ну, и не бояться, и не думать о том, как будет, или как я это сделаю. Ну, просто делай, и это само собой сделается. Потому что это что-то больше тебя. Это твоя идея, а ты не знаешь, ли это твоя, или это meant to be. Да. Просто надо делать, и все. Да, все, одного достаточно. Хорошо. А Саша? Я очень согласен с Татьяной, во-первых, и я считаю, что... Я хочу передать привет всем своим односельчанам. Привет, мам. Маме. Ребятам из хвоста. Это есть правила жизни? Нет, ну... Ян уже все сказала. Делать невозможно. Да, потому что все и вправду происходит... Смотреть, никогда не спать. Вот, никогда не спать. Никогда не спать. Да, просто... На вас. Да. На вас, на Ваге. Хорошо, спасибо вам большое. Студентка Балтийской астрологической школы Яна Кокор, и ты студент Латвийской академии художеств. Наш сосед, получается, Александр Маринохо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это была программа «Давай». Как всегда, по четвергам «Давай». И увидимся в следующий четверг. Пока. Пока. Ура. Субтитры подогнал «Симон»! Пока.